Это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Представьте себе такую ситуацию. Открыли сделку и цена пошла в вашу сторону. Движение вверх, откатов нет, значит не ясно куда переносить стоп. Рост не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент начнется снижение. Снизившись, цена формирует остановку. Можем предположить, что вскоре движение продолжится и тогда сможем перенести стоп под сформированный минимум. Ожидания не оправдались и цена камнем падает вниз, превращая карету в тыкву. Можно ли в такой ситуации заранее наметить оптимальную глубину отката, преодолев которую удерживать сделку не имеет смысла? Оказывается можно и об этом сегодня поговорим. Для этого посмотрим, где теоретически может произойти откат. Первый метод оценки глубины отката пропорция Фибоначчи. Все движение ценовой волны принимаем за 100%, после чего ждем, что первый откат закончится на уровне примерно 24% движения. Если откат не остановится, то согласно теории линии Фибоначчи ждем разворот на следующем уровне, это около 38%. Если снижение продолжится, то 50% может послужить новым местом остановки. Последнее место, где может закончиться разворот по версии трейдеров, верящих в линии Фибоначчи, уровень 62%. Сегодня мы не разбираем тему уровня Фибоначчи подробно, так как нам нужно обозначить вероятностные места остановки отката. Но кому интересно, посмотрите вебинар «Классические настройки линии Фибоначчи», ссылка будет в описании. Второй метод. Метод третей. Эти методы не мое изобретение, они встроены в некоторые торговые терминалы, как методы теханализа. А раз они там есть, значит их будут использовать трейдеры, и цена на эти уровни может реагировать. При оценке отката по методу третей, так же как и в прошлый раз, все движение принимаем за 100%, и первый откат ждем на первой трети, то есть 33%. Если движение не закончится на одной трети, то согласно методу ждем разворот на уровне двух третей. Кому интересно больше узнать про метод, посмотрите вебинар «Как предвидеть разворот по методу третей». Ссылка тоже будет в описании. Последний метод оценки отката по методу четвертей. Так же как и в прошлый раз, движение принимаем за 100%, и первый откат ждем на 25%. Если откат не произойдет на четверти, ждем его на половине диапазона. Как помните, в методе линии Фибоначчи 50% тоже есть. Запомним это, потом используем. Если отката не будет и на половине, то ждем его на трех четвертях. Кому интересны нюансы метода, посмотрите вебинар «Настройка линии Фибоначчи по методу четвертей». Ссылка будет тоже в описании. Мы освежили в памяти все три метода, теперь посмотрим, как это можно использовать для оценки отката. Отметим на красной линии коррекции все четыре точки возможного разворота по методу Фибоначчи. Специально буду отмечать их разным цветом, чтобы наглядно видеть все три метода на одной линии отката. Теперь отметим точки разворота по четвертям фиолетовым цветом. Пометим уровни метода третей зеленым цветом. Уровень в 50 появляется в двух методах, помечу его красным. Сведем все три метода на одной схеме. Как видите, получается две плотности. Одна выше 50%, а другая ниже 50. При этом 50 встречается в двух методах. Часто при нормальной силе тренда цена идет в зону 50, после чего возвращается к тренду. Поэтому предлагаю ограничить убыток зоной от 50 до 62%. Это удобно, потому что во всех торговых терминалах есть сетка Фибоначчи и ее можно быстро натянуть на любое движение вместо для предполагаемого стопа. Чтобы лучше понять, как использовать метод, покажу его на примере, но в начале предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Смотрите, у нас есть нисходящая волна и сформировавшийся минимум. Мы не знаем, пойдет ли откат выше или прямо сейчас пойдет вниз. Но нам это и не нужно знать, потому что натянув сетку Фибоначчи, мы видим зону 50-62%, выше которой сделку закроем, в любом случае перенеся стоп-лосс выше зоны. Цена продолжила снижение, не задев нашей стоп-заявки. Так как движение продолжилось, наметим новое место для стоп-лосса. Также, как и в первом случае, накинем сетку Фибоначчи на волну. Получаем зону 50-62% и переносим выше нее стоп-лосс. Обратите внимание, таким образом мы защищаем прибыль по сделке и в то же время не следуем за ценой вплотную, давая ей двигаться по тренду. Цена снизилась и не задела стоп-лосса. Движение продолжилось, поэтому наметим новое место для стопа. Как и в прошлый раз, накидываем сетку Фибоначчи на волну, отмечаем зону 50-62% и переносим за нее стоп. Мы уже в третий раз благополучно переносим стоп, защищая прибыль. Тенденция изменилась и цена пошла вверх, закрыв сделку по стопу. Для наглядности посмотрим, как это выглядит с сеткой Фибоначчи из метатрейдера. Первый стоп размещаем выше 62%. После формирования новой волны стоп ставим ниже. На этом движении наша сделка закрыта по стоп-лоссу. Место выхода из сделки пометил на графике пунктиром. Думаю, будет интересно посмотреть, как двигалась цена после того, как сделка закрылась. Прямо сейчас и посмотрим. После выхода из сделки цена еще раз попыталась сходить вниз и даже незначительно обновила минимум. Мы могли бы использовать более хитрованные способы управления сделкой. Но этот способ поможет даже новичку защитить свою прибыль, так как автоматически учитывает фактор ослабления тренда. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, как вы переносите стоп, защищая прибыль. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!